Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мы сегодня продолжаем изучать девятнадцатую главу пятой песни Шимат-Бхагаватам. И сегодняшний текст, он завершает вторую часть девятнадцатой главы пятой песни Молитвы Полубогов. Так, я прочитаю стих, перевод и комментарий. Шопарпада. Перевод стиха и комментарии. В прошлых жизнях мы, несомненно, были праведниками, изучали веды, совершали яги и другие религиозные обряды, за что и получили право жить сейчас в раю. Но настанет день, и наша жизнь здесь подойдет к концу. Поэтому мы молим Господа, если к тому времени у нас останется хоть немного благочестия, позволить нам снова родиться в Баратаварше людьми, способными помнить его лотосные стопы. Господь столь милостив, что сам не сходит на землю Баратаварше, приумножая счастье ее жителей. Комментарий. Те, кто родился на райских планетах, безусловно, попали туда в награду за свои благочестивые поступки. Но, как утверждается в Багавадгите, рано или поздно им придется вернуться с этих планет на землю. Кшиния, Пунния, Мартия, Локум, Вишанти. Даже полубоги, исчерпав плоды своих праведных дел, вынуждены возвращаться на землю, рождаться в теле человека. Впрочем, полубоги сами хотят родиться в Баратаварше и надеются, что у них для этого останется хоть немного благочестия. Иными словами, чтобы стать жителем Баратаварше, надо обладать большим запасом благочестия, чем полубоги. Во многих других ведических писаниях тоже сказано, что даже полубоги хотят стать жителями Баратаварше. Глупые люди совершают благочестивые дела, чтобы попасть на райские планеты. Однако сами полубоги, живущие на райских планетах, мечтают родиться на земле Баратаварше и получить тело, находясь в котором совсем нетрудно обрести сознание Кришны. Вот почему Шричитани Махапрабу часто говорил Барата Бхуми Тихойла Манушша Джанма Яра Джанма Сардха Хакари Кара Пара Упакара У человека, родившегося в Баратаварше, есть особые преимущества, чтобы развить себе сознание Кришны. Поэтому жители Баратаварше должны получать наставления Шастары, Гуру и со всей искренностью принять милость Шричитани Махапрабу. Тогда сознание Кришны полностью проявится у них в сердце. Тот, кто целиком посвятил себя практике сознания Кришны, непременно вернется домой к Богу. Янтия Мадьяджино Имам. Движение сознания Кришны предоставляет эту возможность всему человечеству, открывая по всему миру свои многочисленные центры, чтобы люди могли общаться с чистыми преданными участниками этого движения, постигать науку сознания Кришны и со временем вернуться домой к Богу. Спасибо за просмотр! 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 А полубоги, они все очень красивые! Очень богатые! Очень сильные! И поэтому их эго, ложное эго, оно очень сильное, они часто на него опираются. Мы знаем, что центральная история Шимат-Багава с ритрасурой началась, когда Индр возгордился своим положением главного полубога. И когда его духовный учитель вошел в зал собраний, Индра не встал и не оказал уважения ему. И когда Брихаспати увидел эту гордыню Индры, он сразу же покинул этот зал собраний. Другими словами, я хочу сказать, что очень легко обусловиться теми благами, которые есть у полубогов. И это мешает искренне обратиться к Богу. Потому что, как говорит царица Кунти в первой песне Шимат-Багаватам, очень тяжело искренне обратиться к Богу тому, у кого есть богатство, знания, хорошее рождение. И царица Кунти она называет Господа Акинчана Гочара, богатство нищих. В том плане, что человек, который не привязан к богатствам, даже если они у него есть, человек, который не отождествляет себя с какими-то богатствами, со знанием, с красотой, он не считает это своим, ему легко обратиться к Богу. Поэтому в прошлом стихе, в 27 стихе, полубоги, они, так сказать, описывают это качество Господа, что Господь, да, Он исполняет материальные желания предного, но при этом исполняет их так, чтобы их его предный больше никогда об этом не просил. И в этом тоже есть определенное раскаяние полубогов, потому что у полубогов все время эти желания есть, они не уходят. И на протяжении всего шума-два года мы можем увидеть, как постоянно полубоги приходят к Господу и просят его, например, уничтожить демонов, которые на него нападают, помочь полубогам справиться с демонами. И почему они просят все время об этом? Потому что демоны мешают им наслаждаться, на самом деле. При этом полубоги разумом, опираясь на свой разум, они понимают, что это не совсем правильно все время просить у Господа исполнение своих материальных желаний. Но с этой эмоцией, как бы привязанности к наслаждениям, они практически ничего не могут сделать. Поэтому в этих стихах у них и проявляется это раскаяние, что с одной стороны они понимают, что это не очень хорошо, что они все время обращаются к Господу с материальными желаниями, с другой стороны они ничего поделать не могут с этим. И поэтому они прославляют жителей, обычных людей, жителей Баратаварши, которые не привязаны к таким наслаждениям, к которым привязаны полубоги. И мы должны понять, как это касается нас с вами, вот эти стихи. Мы можем немножко поговорить про вот это смирение, про это раскаяние. И Бхакчон Хакур Шаранагати неспроста называет это первой эмоцией, которая возникает в сердце предного. В своей еще одной книге Бхакчона Рахаси Бхакчон Хакур дает определенное сравнение, очень интересное. Он говорит о том, что когда человек становится на путь Бхактии и начинает воспевать Святое Имя Господа, то вот этот процесс воспевания, он сравнивает с тем, как солнце начинает всходить, подниматься. Жизнь обычного человека без Бога, а он сравнивает с ночью. Да, то есть тьма невежества, когда человек, он в темноте вообще не видит ни себя, ни того, что вокруг происходит в него. Вот я, например, сейчас живу в горах Кавказа, и здесь, в деревне, и здесь нету каких-то фонарей на улицах. И если ночью на небе нет луны, то полный мрак, вообще ничего не видно. И вот Бхакчон Хакур, он сравнивает жизнь материального человека вот с такой ночью, когда вообще ничего не понятно, ничего не видно. И потом он говорит, что когда человек начинает воспевать Святое Имя, это подобно тому, как солнце начинает всходить. И человек, который успевает Святое Имя, он начинает видеть, он начинает понимать свое положение. Солнце Святого Имя начинает освещать сердце человека. И что первое видит такой человек? Он видит свои анархии. То есть свои грехи. И вот это вот, и это приводит к смирению, к раскаянию. До того, как мы начали практиковать, мы думаем, что мы вообще хорошие святые люди. Но когда мы начинаем заниматься духовной практикой серьезно, мы начинаем видеть реально свое положение. Мы начинаем понимать, что так или иначе, я отвернулся от Господа в какой-то момент. Что я пришел в этот материальный мир, чтобы наслаждать себя, а не Господа. И все это приводит к определенному раскаянию. Вот Бхакчен Хакур в Шаранагате, в первом разделе своей книги, в цикле Дойни, он как раз говорит об этом. Он говорит, начиная с того, что он описывает свою жизнь с зачатия. Он говорит о том, что когда я находился в утробе своей матери, я молился Господу. «Пожалуйста, позволь мне служить Тебе, когда я рожусь». В третьей песне Шматбага, там Господь Капила говорит, что особо благочестивые дживы, они уже в утробе матери начинают вспоминать о Господе. Они вспоминают свои предыдущие рождения и просят Господа, когда они родятся, занять их служением. И с этого также начинает Бхакчен Хакур, он говорит, пожалуйста, позволь мне, помните Тебе, когда я вновь рожусь. И потом он продолжает, что тем не менее, когда он рождается, да, он забывает обо всем, об этих молитвах. И он попадает в сеть иллюзий, как он говорит. Он его окружает, любовь и забота матери, отца, родственников. Иллюзия в том плане, что окруженный этой материальной любовью, заботой и так далее, да, он забывает о Господе. И дальше он говорит, что так проходит дни за днем, он продолжает, он учится чему-то, да, обучается в школе, в университете, там. Потом он начинает работать, зарабатывать деньги, женится, рождает много детей. Он накапливает какие-то материальные знания. И он забывает о Господе, так или иначе. И в конце концов, как Бхакчен Хакур сам говорит о себе, что его жизнь, она превращается в жизнь осла. Который просто живет, работает, ест, спит и полностью забывает о Боге. И его самая главная цель, это просто заработать как можно больше денег и обустроить свой дом. И вот это вот его, как бы, самооценка, раскаяние, оно нарастает. И в конце концов, он пропевает самую известную песнь в этом цикле «Доинь Амара Дживана». Да, где он говорит о том, что вот такая вот жизнь, такие цели материальные, они в конце концов, приводят к пониманию, что вся моя жизнь – это один сплошной грех. Одно, одно сплошное, один сплошной грех. И он объясняет, почему? Потому что в погоне за собственным счастьем, за материальным счастьем, он, не задумываясь, совершает какие-то грехи. Что в погоне за собственным счастьем, он полностью лишается какого-то сострадания и преследует только собственные интересы. Когда он видит счастье и успех других людей, он завидует и печалится. А когда он видит неудачи и страдания других, он радуется. И Бакчен Хакур продолжает, он очень критично высказывается о себе в этих стихах. Он говорит, что все вот эти негативные эмоции проявлены – гнев, зависть, высокомерие, тщеславие. И в конце концов, он говорит о том, что в таком состоянии, когда у тебя только материальные цели, ты не стремишься к Богу, не стремишься к общению со святыми. Но осознавая все это, в конце концов, как заканчивается дойня, вот этот цикл, он говорит о том, что осознавая все это, я сейчас прихожу к тебе, Господь, и предаюсь тебе. То есть, вот, другими словами он описывает вот это вот сознание человека, который только встал на духовный путь. Что моя жизнь до сознания Кришны, она была одним сплошным веком. И вот это вот вызывает очень сильное раскаяние и смирение. О том же самом говорит Господь читанию во втором стихе Шаштки. Он говорит о том, что, обращаясь к Господу, он говорит о том, что твои святые имена, в них есть все энергии, все шакти. Что не существует строгих правил для повторения твоих святых имен. Что можно достичь всего, по факту, с помощью твоего святого имени. Можно обрести любовь к Богу, да. Но он делает вывод, ну я настолько неудачлив, что вот не чувствую этого всего в твоих святых именах. Я Чари объясняю, что он не чувствует, потому что он понимает, что он совершает аппаратхи, оскорбления святого имени. Понятно, что Господь читания их не оскорбляет, но он описывает наше сознание, сознание практикующего. Что так или иначе, у нас есть святое имя, да, Харе Кришна, Махамантра. И мы, воспевая святое имя, можем достичь любви к Богу. Но, когда мы начинаем воспевать, мы видим полную свою дисквалификацию. Да, мы уже сказали о том, что мы начинаем видеть святое анархи. И мы понимаем, что мы все время совершаем оскорбления. Эти оскорбления, они не дают нам возможности получить максимальное благо от воспевания святого имени. И мы чувствуем, что, с одной стороны, со стороны Бога нет никаких преград, чтобы мы к Нему вернулись. Более того, Господь очень сильно хочет, чтобы мы вернулись домой к Богу. Потому что у каждого из нас там есть свое уникальное служение. И Господь, Он становится более счастливым, когда все больше и больше жив, они начинают Ему служить. Поэтому Господь, в том числе, ждет каждого из нас. То есть, с Его стороны нет никаких преград. Основная проблема в нашем нежелании вернуться обратно. И мы вот это начинаем понимать, когда воспеваем святое имя. Что, несмотря на безграничную милость Господа, мы не можем Ей полностью воспользоваться. Несмотря на то, что Кришна в Бхагавадгите говорит, что «Машучаха, не бойся ничего, просто предайся мне». Что стоит только сильно захотеть, и ты можешь вернуться домой к Богу. Но мы не хотим. И мы это все начинаем осознавать в процессе воспевания святого имени. И это естественным образом проявляет смирение и терпение. И поэтому следующее, что говорит Господь Читания в Шикшаш-таки, он произносит известный стих «Тринадаписуничина». Потому что вот эта вот трансформация сознания, когда мы понимаем, что у нас нет никакой квалификации, мы по-настоящему становимся смиренным. И в таком сознании мы начинаем реально чувствовать себя зависимым от Господа, от Его милости. И мы чувствуем одновременно вот эту вот любовь Господа, то есть Его желание, чтобы мы к Нему вернулись. И одновременно чувствуешь свою дисквалификацию к этому? У нас вот возникает следующая эмоция «Шаранагати» отманеведному, то есть желание полностью себя отдать Господу. Почему? Потому что как бы мы понимаем, насколько Господь, Он удивительная, прекрасная Личность. Потому что несмотря на всю нашу вот эту греховную, на все наши грехи, Он от нас никогда не отворачивается. И это удивительно. Говорится, что даже когда душа в тонком теле отправляется в ад, чтобы отработать какие-то свои грехи, Господь, как Параматма, всегда и все равно находится в тонком теле. Господь, как Параматма, находится в телах живых существ в форме животных. То есть Господь никогда не оставляет нас. И осознавая это, у нас вот возникает желание, что я вот хочу такому Господу служить, отдать всего себя, всю свою жизнь отдать. И вот это изменение сознания, мы можем зачастую его встретить в Бхагаватам. Здесь в этих стихах именно об этом речи говорит, что полубоги, они осознают свою дисквалификацию, но при этом понимают, с другой стороны, эту безграничную милость Господа. И поэтому они с таким большим смирением прославляют Господа и прославляют Его милость. И молятся о том, чтобы родиться просто обычным человеком, у которого нет столько соблазнов. О том же самом говорит Дру Махарадж в своих молитвах. Что когда Господь, он появился перед Ним, исполнив Его желание. В Дру Махарадж, он со слезами на глазах стал обращаться к Господу и говорить, Господь, я на самом деле хотел осколки битого стекла. Осколки битого стекла, имеется в виду, что он хотел царства намного больше, чем царство его деда Брахмы. И он сравнивает это материальное желание просто с осколками битого стекла. То есть вместо того, чтобы желать обрести самое главное, это любовь к Богу. Он просил о том, чтобы Господь дал ему какие-то материальные наслаждения. И когда он осознал это, он стал плакать просто. О том же самом говорит в ритросуру в своих молитвах. Что он сожалеет о том, что так или иначе ему досталось тело демона. И его молитвы, они тоже пронизаны очень большим смирением. То есть Бхагаватам учит нас этому. Учит нас понять вещь такую, что мы на самом деле, мы пали в этот материальный мир, отвернулись от Господа, но с его стороны нет никаких преград. И на самом деле самая главная эмоция, которую Бхагаватам нас пытается научить, это эмоции разлуки. То есть разлука — это какая-то обратная сторона вот этого смирения, ну и какая-то грань этого смирения в том числе. И в конце концов, вот эта вот эмоция разлуки, она в конце концов проявлена в 10-й песне Шамадбхагаватам. Где гопи, они поют, это так называемая гопи-гита, это песня в разлуке с Господом. Где они остались одни после того, как Господь покинул их, и они к нему взывают. И эти песни, которые они пропевают, они наполнены вот этой разлукой. И в конце концов, Господь слышит эту разлуку, и Он не может не прийти на зов. И в том числе и мы, когда мы воспеваем Святое Имя, мы можем опираться на эту разлуку с Богом. И вот эта разлука, она как раз мы можем ее почувствовать вот в этом контрасте. С одной стороны, осознание своей дисквалификации, а с другой стороны, безграничной милости Господа. Даже в других религиях очень часто святые, которые достигают совершенства, они пишут об этой, говорят об этой разлуке. Например, самая известная молитва Силуана Афонского, известного святого христианского, она называется, что «Скучает душа моя по тебе, Господи». «Скучает душа моя по тебе, Господи». «То есть это очень важная эмоция, на которую мы можем опираться в процессе воспевания с этого имени». Ну, может быть, мы на этом остановимся. То есть, вывод такой, да, что мы должны учиться у Багова, в частности, здесь у полубогов, каким-то эмоциям. Это эмоции смирения, раскаяния и разлуки с Богом. И тогда, когда мы будем воспевать святое имя или практиковать с этими эмоциями, то наша жизнь, она будет духовной, жизнь будет львой. И когда мы будем эти эмоции чувствовать в своем сердце, мы можем с помощью этого с легкостью отказаться от чего-то ненужного в своей жизни. Мы можем даже отказаться от сваргалоки, как полубоги здесь говорят. Ну, вот, наверное, все. Может быть, есть какие-то вопросы. Спасибо большое, Гадатара. У меня есть такой вопрос технический, чисто просто. То есть, полубоги, они считаются все, кто живет на сварге, или только не все, или какие-то проблемы здесь. То есть, все, кто живет на райских планетах, на сварге, они все полубогами считаются? Переведете, да? Как правило, ну, вообще, выше Земли есть еще несколько планетных систем. Там сваргалока, тапалока, гианалока, махарлока, и брамалока. И бывает, что всех жителей по-разному описывается, ну, как правило, часто очень всех жителей вот этих высших планетных систем, их могут просто всех полубогами называть. Но полубоги, вообще, в принципе, они живут только на сваргалоке. Выше живут там разные мудрецы, святые. И на сваргалоке тоже бывают разные, как бы, живые существа. Есть конкретно полубоги? А есть просто, так сказать, божественные такие сущности, как Ганхарвы, например, это вот ангелы, да? Есть абсары, там, курчезанки. Вот полубогами обычно, ну, конкретно, если мы говорим, подразумевается, ну, это вот полубоги, которые, их 33 миллиона полубогов, они отвечают за определенные стихии. Вот, ну вот, про полубогов так. Спасибо. То есть, на сварге, например, на Солнце или на Луне, кто живут, они считаются полубогами, да? Полубогами, да? Ну, выше. Да. Ну, да. Если это полубоги, там подчиненные просто, как сказать, Луна или Солнце, это планеты. Там есть конкретный полубог, а могут какие-нибудь Ганхарвы просто жить, например. И если вот они полубоги, значит, у них есть какая-то функция, да? Да. Да, ответственность. Ответственность. То есть, они просто наслаждаются, они успевают и наслаждаться, и какую-то функцию еще использовать, да? Ханас, наверное, да? Не то, что они там вообще ничего не делают, как бы, и только наслаждаются. Все равно приходится что-то делать. Понятно, спасибо. Спасибо. А у меня еще один вопрос. Существует ли такое состояние, когда душа существует без сверхдуши, или они безраздельны? В материальном мире они всегда вместе. У Панишады поэтому приводят пример, как две птицы, которые сидят на одном дереве. Одна птица, она все время что-то ест, там вертится вокруг, смотрит по сторонам. Это душа. А другая птица параматма, которая листарит параматма, она просто наблюдает за ней. Только в освобожденном состоянии они, ну, не вместе находятся. Ну, то есть, это духовный мир. Там параматма нет. А можно еще вопрос к этому? Например, если душа, только тело выходит из тела, умирает человек, в это время тоже в сердце находится параматма, или когда уже он будет в теле воплощаться, тогда заходит параматма в теле. Потому что говорится же, что иногда вот, ну, я слышал такое вещь, что когда душа выходит из тела, видит как туннел какой-то, но видит сияние, и выходит параматма из тела, поэтому это видит, как выход из туннеля. Также, когда вы сетчет, что параматма обходят с Хеулши, а султанер, там машина родится, то родится, что Адамья никуда была нативе с Хеулли, когда живое существо покидает грубое материальное тело, и она все равно его покидает в тонком теле. Это тонкое тело ума. По-моему, это в Гару-да-Пура не описывается, если я не ошибаюсь. Где описывается как раз процесс оставления тела. И душа не может сама по себе просто в материальном мире находиться, но только если это не святой, да, который оставляет тело уже. Все остальные, когда они оставляют тело, они в тонком теле находятся. И это тонкое тело, оно определяется балой живого существа, его настроением, которое оно развил в течение жизни. И в зависимости от этого настроения, которое он развил, это тонкое тело, оно дальше переносится в какое-то грубое тело, которое где-то зачинается, рождается. Ну, если, допустим, человек очень греховную жизнь прожил, то он в этом тонком теле отправляется в адские планеты. И потом подвергается различным наказаниям, и это тонкое тело все время его обновляют, чтобы заново подвергнуть человека каким-то... А если он не такую греховную жизнь прожил, то просто вот его тонкое тело переносится куда-то в новое рождение. Вот так вот. И во время, ну, когда он уходит, тогда тоже в тонком теле, да? Да, только в тонком теле, да. И в тонком теле, да, параматма тоже находится? Да, именно там. Всегда в тонком теле. Там пранические потоки в тонком теле. Так вот гуляет определенная прана. И говорится, что параматма, она как бы висит вот в определенных пранических потоках тонкого тела. Это не так важно, на самом деле. Самое главное, чтобы нам святое имя воспевать. Да, да, вот понятно все это. Остальное мы помним, но все равно... Похоже, все, да. Самое трудное – плакать над своими грехами. Да, да, именно так. Ну, Господь Читань, он как раз и сказал, что в этом смысл бхакти-йоги. Он сказал, бхакти-йога, 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 смаранакандан, что просто воспевать свое имя и плакать о Господе. Харе Кришна, привет. Харе Кришна. Всем хорошего дня. Харе Кришна. Благословите нас, чтобы мы тоже плакали. Я могу только помолиться за Матаржа, чтобы плакать. Вы за меня помолитесь, друг за друг друга помолимся. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, всем хорошего дня.